Перебрались наконец-то с холодного политехника на фабрику футбола. Какие ощущения от первой игры? Какой она была? Да, всем привет. Класс, класс. Все круто. Музыки нету, плохо. Я не знаю, в чем это связано. У Дениса Юрьевича какая-то была музыка, я слышал. Какой-то рок-н-ролл старенький, его 70-х, 60-х, его молодости, годов. Нам, конечно, такая музыка неинтересна, Юрьевич. Ну что-нибудь ты подбери там в следующий раз по-нормально. А так в целом все круто, все классно. Это мой брат, это мой родной брат Иван Клисов. Будущее центра. Мы уже скоро уходим, он подрастает. Будет тоже агрессивная банда просто молодых убийц. Иван. Полностью согласен, да. Подрастающее поколение, которое вскоро захватит премьер-лигу. Как тебе игра? Со своей бандой. Центр сегодня смотрелся достаточно хорошо. Правда, не хватило небольшой сыгранности, но это в связи, наверное, с тем, что турнир только начался. А так в будущем центр порвет всех. Я уверен в этом. На все остальные. Как результаты жеребьевки? Видели ли игру, которая была буквально перед вами? И Кастиля там очень нехороший счет сделала. Что думаете по этому поводу? Блин, класс. Мы всегда попадаемся. Два раза с волной играли, со слова играли. Мы ради этого и заявляемся. Ну как бы сильные команды, с ними приятно играть всегда. А Кастиля видели супер счетом 20 голов. Я не знаю, там парни вроде сборной универа. Я когда посмотрел, думаю, вообще группа смерти. Но судя по тому, что парни 20 голов пропустили, наверное, это наш уровень. Это мы с ними будем бороться. А так в целом хорошая группа. Ну, заряд давно знаем ребят с ними. Ну, приятно достаточно играть. Молодой какой-то у них был. Наверное, еще не знает, что с нами не надо так разговаривать. Ну, ничего страшного. Ну, как бы с опытными ребятами мы знакомы, в хороших отношениях. Вот, а группа классная. Как тебе группа? Я с ней, если честно, не знакомился. Не знакомился. Ну, ничего страшного. Что скажешь по игре? Что скажете по игре? Довольно плотная она получилась. Наверное, это единственная игра, где неразгромный счет сегодня. Чего не хватило, чтобы в конце ложки все-таки зацепиться? Ну, давай сначала ты, взгляд со стороны. В конце не хватило, ну, сил в конце концов, потому что две замены на целую игру это все-таки сказывается. Не подъехало много человек, вот. Поэтому в будущем надеемся на то, что замен будет гораздо больше, игроков будет больше, сил больше и побед, побед в центру. Спасибо, бро. Ну да, немножко не хватило на самом деле. Блин, обидно. Мы только сравниваем. Вот самая показательная пятиминутка во всей нашей игре, это когда я забил, когда мы начали раскатывать полевого, получили преимущество. Следующий атак я опускаю просто между. Блин, точнее, блин, ну это вообще, ну это позор. Это стыд, позор. Ну, то есть, вроде бы подбираемся немножко, но они классно раскатывают. И нам не хватило просто свежести. Я не знаю, у них вроде на одну, на две замены больше, а бегали они, ну, вообще жестко. То есть, Геннадий, просто сумасшедшая игра в воротах, там, ногами просто выплясывал, там, чечетку, лесгинку, я не знаю. Это просто танец какой-то Геннадий. Ну и какие планы на кубок получать удовольствие? Да, конечно, конечно, планы у нас грандиозные. Ну, выигрывать не будем в этот раз, как и все предыдущие, но это из-за того, что мы не хотели. Так, если мы там чуть-чуть включимся, победа будет наша. Обыграем Кастилю, наверное, так, на полноги выйдем, спокойненько через пасик. Да нет, минус 10, если будет, будет нормально с Кастилей. Играли с ССО в прошлом году, и было 4-13, то есть минус 10 задачу выполнили. Ну, в Кастиле поборемся, поборемся. Вот такие планы. А так, в целом, у нас планы одни, сейчас доехать до дома, и там уже пойдет балдеж полный. Да, брат? Да.